Добрый вечер, о главном коротко. Сегодня полетела первая птичка, а именно компания Delta Airlines отчиталась за второй квартал отчет, оказался хуже ожиданий, хотя это не самая худшая авиакомпания в Соединенных Штатах Америки, и она ждет по итогам года небольшой, но рост, но результаты и по прибыли, и по выручке инвесторы оценили очень негативно. Акции обвалились, ну, может быть, на общем фоне это особо сейчас заметно. Стратегии Deutsche Bank утверждают, что слабые отчеты уже как бы в рынке, но вот по котировкам Delta Airlines пока это незаметно. Ну, вообще понятно, почему авиакомпании сейчас испытывают сложности. И после локдаунов, после ковида, который, говорят, еще полностью свое слово последнее, может быть, даже и не сказал, выросли серьезные цены на топливо, выросли и сдержки на персонал и прочее, прочее, прочее. Поэтому выйти на показатели в должном объеме пока не удается. Но не удается также альтернативщикам энергетикам, например, произведем солнечных батарей. Так что мы видим и по фондам секторальным, таким как, например, JETS, и по фондам солнечным TAN, что ситуация везде не вызывает никакого оптимизма. Ну, в общем ценам, эксперты Банков Америка утверждают, что экономика США погрузится в рецессию уже не в 2023 году, а прямо вот сейчас, когда мы узнаем данные по УВП, два квартала подряд минус и все. Они прогнозируют все кварталы вплоть до 2024 года отрицательный рост. Ситуация начала действительно меняться. Ну, а с точки зрения вот серьезных уже отчетов, суперкрупные банки Соединенных Штатов Америки отчитываются, начинают с завтрашними, там, JP Morgan, Citi и Банков Америка и прочее. И вот отчеты у них ожидаются очень плохие из-за того, что им придется на резервы откладывать дополнительные средства. Ну, знаем историю с банковской отчетностью, это вещь в себе. Тем не менее, вот такая история, у них будет самое большое снижение роста прибыли. Прибыль будет, но она будет значительно ниже, чем в предыдущие периоды. Кстати, вышли данные по инфляции сегодня, но рынок на них не обратил особого внимания, потому что фейковые данные выходили еще вчера. И они были гораздо хуже на процент выше показатель инфляционный, чем сегодняшний показатель. Сегодня все же 9%, а вчера было 10%. Вот и сами думайте, кому верить. Ну, как бы то ни было, на рынке акций, может быть, серьезных пока подвижек нет. Но сегодня были подвижки в валютах. Евро-доллар второй раз поцеловало единицу. Евро вроде бы сравнялся с долларом, но впервые выступили представители Европейско-Центрального банка, которые сказали, хотя мы не таргетируем курс, у нас цели нет, но тем не менее за Форекс мы внимательно следим. Этого было достаточно, чтобы прекратились продажи евро. Ну, а вообще, если говорить о данных, вышли еще одни данные. Это по запасам нефти и нефтепродуктов в США. И вот там, что интересно, Минэнерго США отчиталось о том, что резкое падение спроса на бензин. Это очень важно, безусловно. Но, с другой стороны, и падение добычи. Может быть, оно небольшое, но заметное. 12 миллионов баррелей в сутки против 12,1 за прошлый период. Запасы нефти выросли. Вот сейчас видим, нефть в моменте выше 100 долларов за баррель. Но сейчас вроде как у нас котировка ниже. Но это не суть важно. Важно, что в последнее время все-таки нефтяные котировки скорректируются. Некоторые связывают это, вот у нас в новостях говорили, с предстоящим посещением Саудовской Аравии Джо Байдена. Во что это выльется? Какова вообще диспозиция на рынке нефти? Об этом мы поговорим с Андреем Конопляником, профессором, членом научного совета РАН по системно-исследованию в энергетике. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Добрый день. Мы не будем с вами, наверное, обсуждать танец с саблями, потому что вряд ли Байден будет танцевать, вряд ли будет королю Саудовской Аравии подошву показывать. Вообще все вот эти вот встречи, может быть, им слишком большое значение уделяют. А нужно смотреть на фундаментальные истории. Я думаю, я посмотрел бы с интересом на эту встречу, потому что, мне кажется, эта встреча будет важной с какой точки зрения? Мне кажется, Штаты должны будут продемонстрироваться до победы, а Саудовская Аравия должна будет продемонстрироваться нисхождение. Мы помним последний фундаментальный контакт между двумя лидерами, когда лидер Саудовской Аравии, если использовать дворовую терминологию, послал, соответственно, лидера Соединенных Штатов Америки, даже не стал снимать трубку, разговаривать с ним, когда пытались призвать руководство Саудовской Аравии, значит, поднять уровень добычи. Мне кажется, ну, как обычно излагаю свою личную точку зрения, что Байден будет сейчас пытаться войти в историю этим визитом, как новый Киссинджер, который очень хорошо создал в публичном пространстве историю о том, что якобы его челночная дипломатия привела к тому, что вот в Саудовской Аравии подговоренности со Штатами обрушила цены на нефть и в итоге, соответственно, ну, подняла уровень добычи, вышла на уровень квоты, в итоге привела, соответственно, к падению через некоторое количество времени Советского Союза. Точка зрения, которую я совершенно не поддерживаю, не разделяю. К сожалению, ряд моих очень хороших знакомых, к сожалению, все трое ныне уже покойные, но известные очень люди, которые эту точку зрения разделяли. И вот Валентин Михайлович Фалин, покойный, но с ним, правда, незадолго до его смерти, я когда разговаривал, все-таки мне кажется, что я пытался его убедить в обратном. Егор Гайдар, который в своей книжке «Гибель империи» эту точку зрения излагает. И хоть я, так сказать, с ним контактировал, период подготовки книжки переубедить не смог. Виктор Степанович Черновырдин, да, наш известный ЧВС, но он в своем трехтомнике вот об этом писал. Но мне кажется, это все, так сказать, товарищ Киссинджер потом создал вот такую видимость, да, что это как бы Саудовская Аравия пошла на уговоры Соединенных Штатов Америки. На самом-то идее проблема там была в другом. Мы с вами даже как-то в какой-то передаче давно говорили, что просто Саудовская Аравия надоела, соответственно, гасить нарушение дисциплины, тогда квот стран-членов ОПЕК, которые нарушали с начала 80-х годов, повышали-повышали добычу, в силу чего цены начали постепенно падать. Все это делалось ценой Саудовской Аравии. И тогда она просто, в конце концов, после пяти лет уговоров сказала, и все, ребята, терпение кончилось. Вышла на уровень своей квоты, естественно, рынок был переполнен. Это было предтечей того, что мы видели в марте-апреле 2020 года, да. Так вот, мне кажется, Байден будет стараться, да, вот создать такой же имидж, да, что он приехал в Саудовскую Аравию, порешал все вопросы. Но мне кажется, Саудиты, да, я плохо знаю восточную ментальность, но я знаю, что там есть такая поговорка. Месть надо подавать холодной. И я жду от Саудовской Аравии, от молодого наследного принца, неких действий, которые дедушка Байдена, как мне кажется, могут поставить в очередной раз неловкое положение. Вот, хотя я понимаю, что Байден будет стремиться уговаривать Саудовскую Аравию делать то, что он пытается сейчас, ну, то, что американцы пытаются делать по всему миру, пытаются уговорить крупнейшие страны, импортеры нефти, в частности, нашей нефти, да, потому что эмбарго, когда закрывает нам рынок европейский, да, то он открывает для нас дополнительные возможности на рынок азиатский. И Китай, и Индия, которые с удовольствием покупают нашу нефть, да, с скидкой, да, с дисконтом, но когда цены взлетели сильно высоко, да, этот дискон все равно нам дает увеличение дополнительных доходов, а об этом, значит, Новак очень хорошо, сказать, и, значит, говорил вот в последней своей статье в колонке, вот в только что вышедшем, значит, номере журнала «Российская политика», он, соответственно, там об этом, соответственно, пишет. И будут, я думаю, призывать к этому уже, соответственно, и Саудовскую Аравию. Главное, будут пытаться продвинуть идею о том, что нужно вести потолок для российской немцы. И вот многие у нас начинают, к сожалению, обсуждать это в терминах каких? На каком уровне это будет обсуждаться потолок? А я вижу, что здесь идет игра очень мощная к слому существующей системы или даже существующего меропорядка. Потому что что предлагают штаты, да? Ведь первыми об этом начал говорить экс-посол, это самый Макфол, еще 22 марта этого года, когда он предложил ввести вот эти вот ограничения, на уровне издержек добычи и транспортировки российской нефти. А дальше пошло, так сказать, уже обсуждение в политологической тусовке западной, как это делать. Но главное для меня здесь заключается в следующем. Это ведь означает, что ресурсную ренту, которая принадлежит по, скажем, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН еще от 1962 года, номер 1803, о перманентном суверенитете государства в свои природные ресурсы, что разница между ценой и издержками, она принадлежит суверенному государству. Вот пытаются сейчас, да, попыткой установить потолок цены на российскую нефть на уровне издержек добычи, транспортировки, плюс некой минимальной приемлемой нормы прибыли для компаний, изъять эту ресурсную ренту из оборота, но не решением суверенного государства, в недрах которого находится эта нефть, а решением третьих сторон. То есть, с моей точки зрения, идет проброс идеи о возврате к ресурсному колониализму. В течение очень долгого времени, последние 20 лет, раскручивается тезис о ресурсном колониализме. Как это пошло? Когда в 2000 году, после падения цен 1998 года, цены пошли вверх, и на этом восхождящем тренде достигли своего пика в 2008 году, исторический пик, 147 долларов, стали разыгрываться карты на Западе, что две страны-экспортеры, они прибегают к ресурсному национализму. А страны-экспортеры делали что? Они пытались перераспределить ресурсную ренту, более сбалансированное обеспечить ее распределение, для того, чтобы часть непредвиденных расходов, часть непроходов, точнее, часть дополнительной ценовой ренты, которую получают компании-недропользователи, как правило, международные компании, которые осваивают ресурсы этих принимающих государств, которые получают не за счет того, что они вкладывают дополнительные инвестиции, дополнительные интеллектуальные ресурсы, дополнительные технологии и так далее, а просто за счет того, что цены растут. Они, страны принимающие, стали пытаться это дело перераспределять. И разные есть механизмы, там, в рамках лицензионной системы, это введение новых налоговых сборов, в рамках, скажем, механизма соглашения раздела продукции, это применение скользящей шклы, но с 2000 года идет, соответственно, накручивание, да, идеи о ресурсном национализме. Игорь Александрович, извините, перебью. Вам не кажется, что вот эти идеи, они сами по себе живут, и, собственно, даже если бы не было того, что сейчас происходит на Украине, то планы такие были, и это все через энергопереход, так называемый зеленый налог, это все равно все планировалось. Вы понимаете, когда мы говорим о зеленом переходе, здесь логика, с моей точки зрения, была некорректной техникой экономической. Ну, я много как бы об этом говорил и писал. Нет, я именно фискальную составляющую имею в виду. Именно фискальную составляющую. Это вот не то же самое, что сейчас они предлагают. Фискальная составляющая, это была попытка, это был инструментарий для того, чтобы можно было страны-экспортеры, которые располагают в недрах своих огромными запасами природных ресурсов, да, которые их экспортируют в мир, да, и на основе использования этих энергоресурсов невозобновляемых построена вся мировая экономика, потому что, начиная с первой промышленной революции, да, все развитие промышленного человечества шло на базе невозобновляемых природных ресурсов. Сегодня это 80% первичного энергопотребления. Отказаться от этого абсолютно невозможно. Но идея перейти на зеленую энергетику, то есть на возобновляемые источники энергии, в первую очередь на возобновляемую электроэнергию, а затем на возобновляемый водород, сугупорочная по своей идее, потому что массовые переходы на возобновляемые источники энергии, и здесь я жесткий оппонент многим, очень многим, да, но тем не менее. Я профессиональный инженер экономист энергетики во втором поколении. Я утверждаю, что нельзя построить централизованное энергоснабжение, электроснабжение на базе возобновляемой электроэнергии до тех пор, пока у нас нет крупномасштабных, в больших объемах мощностей по накапливанию и хранению электроэнергии. Мы, если их и получим, то очень не скоро. Эти метеозависимые, значит, энергоисточники, возобновляемые источники энергии, солнце, ветер и другие, так сказать, всякие разные, так сказать, производные, да, достаточно экзотические, они не дают возможности постоянного диспетчеризируемого энергоснабжения. Поэтому мы еще долго будем сохранять в энергобалансах, да, долю скопаемого топлива. Но была разыграна какая карта? Что такое зеленая повестка? Это не только борьба за климат. Это борьба за климат, но климат в данном случае выступает и инструментом для перераспределения мира, для того, чтобы мировой порядок перераспределить. Чтобы те компании, которым не досталось места, да, в сегодняшней экономике, да, могли бы на базе тех огромных грантов, те огромных вливаний, которые выделяют импортозависимые государства, в первую очередь Европа, для того, чтобы уменьшить свою зависимость от оставок, соответственно, ресурсов извне, это открытая экономика. Она была и останется энергозависимой. Но на базе освоения собственных возобновляемых источников энергии, солнца и ветра в первую очередь, они смогут уменьшить зависимость, как они писали, от грязных импортных электронов. Делали акцент на слово «грязные». Слово «импортные» там присутствовало как бы вторым планом, но оно там присутствовало. То есть это была борьба против, соответственно, импортной зависимости. И тогда, в данном случае, начинали использоваться разные абсолютные инструменты, в частности, фискальные, в частности, вот это самое, СИБАМ, да, Crossboard Adjustment Mechanism, да, европейский и так далее и тому подобное, СИБАМ, да. Но то, о чем говорю я, это другое. Это в данном случае не инструмент фискальный, да, перераспределение чего-то. Это, в принципе, отказ от того, на чем построено наше мировое хозяйство, начиная с 60-х годов. Когда была длинная дискуссия, долгая дискуссия в рамках ООН, в рамках комиссии по транснациональным корпорациям ООН, когда речь шла о том, как будет построен мир. Это будет сообщество суверенных государств или это будет сообщество транснациональных компаний. И вот резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 62-го года, да, она положила конец этим дискуссиям, определив, да, что право собственности на природные ресурсы, суверенитет на природные ресурсы, принадлежит принимающим государствам. И они имеют полное право разрабатывать их, осваивать их, в первую очередь, в интересах народов своих собственной страны. То есть, несмотря на то, что спрос может быть международным, интернациональным, может быть глобальным, но производство всегда является локальным, национальным, суверенным. И вот это вот противоречие, этот вот конфликт сегодня, когда мы видим рукотворный энергетический кризис в странах Запада. А я утверждаю, что он рукотворный. И я и мои коллеги много об этом говорили, так сказать. Посмотрите, как выросли акции компаний энергетического сектора США. Ну, немножко подупали, там разные, безусловно, эмитенты. Смотрим по сжиженному газу экспортеры. Это, действительно, небольшие компании, не такие известные. Но там просто супер доходность сейчас. Угольщики, про которых все забыли, думали, что они умрут, тоже растут на исторических максимумах, несмотря на падение рынка. Компании, которые занимаются нефтехимией и добывают газ. И которые грамотно построены, вот, Occidental Petroleum, в который Баффет вложился. Как сказал в свое время Боран Баффет, те, кто считает, что энергоперехода вообще не будет, и те, кто считает, что он произойдет довольно быстро, обе эти стороны не правы. То есть, какой это будет, займет это долгое время. Как это будет, что согласны с такой точкой зрения, чтобы резюмировать нам? Даниил, вы очень хорошо привели пример, потому что он подтверждает один из моих тезисов. То есть, сегодняшний энергокризис, рукотворный в значительной степени, сделанный руками Штатов, в частности, в Европе, он приводит к тому, соответственно, что Европа убирается как конкурент США с мировых рынков, в частности, за пределы энергетической сферы. Но рост цен, соответственно, он дает стимулы для роста, в частности, котировок. И энергетических компаний ШАН, компаний СПГ, которые расширяют свои поставки на европейский рынок, для того, чтобы заместить наш газ, попытаться заместить там наш газ. Не просто котировок, Андрей Александрович, не просто котировок. Вы посмотрите на отчетности компаний. Ведь котировки, они связаны с ростом прибыли. Из всех секторов американского фондного рынка, сектор, который действительно все опережает в разы по росту прибыли, это нефтегаз. Если вы посмотрите на все подсекторы, растет только это. Больше ничего, только отдельные истории. 217% рост квартальной прибыли год к году. А второе отстающее, это материалы, всего лишь 27%. Все остальные либо падают, либо вообще никуда. Вот к чему это привело. Это просто видно на цифрах, просто как иллюстрацию к вашей мысли я привел. Вы абсолютно правы, потому что искусственно созданный дефицит на этом рынке, да? Когда были призывы, соответственно, в течение долгого времени интерпретировать там различные прогнозы мирового энергетического агентства, в частности, там вот пару лет назад был у них там на Дзиру, точнее, на Т0 к 50-му году, что нужно останавливать как положение в, соответственно, нефтегаз. Когда это было воспринято как сжатие для инвестиционной деятельности, да? В нефтегазовой сфере. У нас образовался, естественно, дефицит, потому что спрос-то сохранился, а предложение, соответственно... Причем ликвидировать этот дефицит быстро невозможно. Это нужны триллионы и годы. Поэтому история-то долгая, и мы здесь ничего не рекомендуем вам. Пусть рекомендуют инвестсоветники сертифицированные, а мы просто даем информацию, а выводы делать вам. Андрей Александрович, огромное спасибо, что согласились принять участие в нашей недлинной программе. Андрей Конопляйник, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, был с нами на связи. Ну, а мы говорили о самом главном сегодня, о главных новостях, о трендах и об инвест-идеях. Ну, об этом между строк. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин